Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, а сейчас видео короткое я постараюсь сделать о том, о чем меня очень многие зрители много раз уже просили. Ну, расскажите, как набрать мышечную массу. Почему я ем и то, и то, и правильно, и чтобы... А некоторые говорят, что не ем, вот все равно бесполезно, худею. Худею, мышечная масса слабая. Нет ничего проще, дорогие друзья. Я тоже поражаюсь, почему люди, даже вроде изучающие эти вопросы, и то не могут ответить на это примитивные вопросы. Они действительно просты по сравнению с теми темами, которые я поднимаю в своих лекциях более серьезных, таких как Б12, там, кровеносная система, пищеварительная, дыхательная. Основополагающие вопросы биохимии и физиологии простым доступным языком, как я это делаю, как вы знаете, мои постоянные зрители, я умею делать. Так вот, объясняю вам про набор мышечной массы. Нет ничего проще. Если вы худеете, если вы теряете мышечную массу, а вам она нужна больше, вот хотите, в этом случае, первое, исследуйтесь или не исследуйтесь, а просто пройдите антипаразитарную программу, которую я рекомендую проходить каждому человеку два раза в год. Но если вы идеально соблюдаете правила гигиены, хотя бы раз в год, у всех есть паразиты. Вопрос в том, какие паразиты, сколько их по количеству, и что они дают вам, какой вред несут. Лекцию мая 14-го года полную обязательно посмотрите, и вы поймете. И о правилах гигиены, и о циклах развития основных видов паразитов, которые поражают наше население. Так вот, я вам что хочу сказать. Если есть, например, аскорида, одна сосет кровь 30 мл в день, 10 аскорид 300 мл в день, а широкий лентец или бычий цепень всей своей площадью поверхности, у некоторых она доходит, ну ведь длиной они до 12 метров достигают, в отдельных случаях, некоторые виды ленточных червей. И, например, при ширине 5 см, это квадратный метр или больше поверхности. Как вы думаете, сколько они питательных веществ высасывают у вас, что бы вы не ели, говорят, не в коня корм или глисты, что ли у него, правильно говорят, глисты, потому что он высасывает питательные вещества, или они, если несколько экземпляров. И вы что думаете, что вы, что бы не ели, будете мышцы набирать? Да не будете. И так это первый главный фактор, ясно? Второй, почему вы не набираете? К тому, что у вас, например, дисбактериозы, поносы, так называемые, постоянно. Или у вас плохое КПД усвоение, низкое КПД усвоение питательных веществ. Может быть, у вас кишечник загажен, так сказать, колониями, камнями. Если у вас грибы, системный кандидоз, например, это в толстом кишечнике, основная часть колонии, но не только. Если у вас есть патогенные микроорганизмы, их много, у всех есть, но в большей степени, кому как везет. Если вы в пищу используете все подряд, как в котел кидаете, думаете, все переварится, а да нет, не все. И другие мелкие причины, дополнительные факторы, которые усугубляют эти процессы. Ну что же, вы удивляетесь, что тогда это, так сказать, вы не набираете мышечную массу, а бывает, что и паразиты, и это тоже. Какие еще причины? Различные язвы, желудочно-кишечные проблемы, всякие неспецифические язвы, инаколит, там и прочее. Это все как раз влияет, это все как раз сказывается на качестве усвоения и количественных характеристик, усвоения питательных веществ. Вот это. Плюс нарушения обменные, метаболические в клетке, в тканях могут быть. Ну что еще тут я записал себе тезисно, чтобы не забыть. Нет физического труда, и тогда, чтобы человек не ел, белки хотя бы одни, что угодно, у него будет переходить всю жировую массу, потому что излишки энергии обязательно перейдут в запас. Также накапливаются в жировой ткани токсичные вещества, шлаки, которые, так сказать, запасаются там, потому что организм все их не может вывести, предположим. А еще воды вы мало пьете, может быть. Еще активной воды, я уж про водородную не говорю, и с низким коэффициентом поверхностного натяжения, как текучую, как воду, которая является идеальным растворителем. Кстати, вот эти видео категорически посмотрите. Под моим видео, вот этим, нажмите «Еще», откроются ссылочки, если вы нажмете «Еще». И там важнейшие видео, жизненно важные, ну посмотрите их. Не поленитесь потерять несколько часов, зато вы годы жизни приобретете. Ну не поленитесь. Так, теперь, как же мышечная масса принципиально наращивается? Поясню. Во-первых, нужно поставлять в пищу все незаменимые аминокислоты. Не белки, дорогие друзья. Еще раз, все белки синтезируются в каждой клетке организма, например, мышечная ткань. Там они состоят из тканей, из клеток. В каждой клетке есть органеллы, называются рибосомы. В них происходит сборка белка, то есть процесс биосинтеза белка. Из чего? Из разных ферментов, витаминов, прочих, но главный строительный материал – аминокислоты. То есть, вот эти кирпичики, этой кирпичной будущей стены белковой, то есть, полимера, в виде мономеров, аминокислот. Нужно, чтобы были все 26 из 26, все 8 из 8 незаменимых. И для этого не нужно мясо, яйца, молоко, творог и так далее. Это вам причинит больше вреда. У спортсменов не сразу. Пока у них идеально работает лимфатическая система и иные выделительные системы, при большом физическом труде, а мышцы сокращают лимфу, и она хорошо работает, движется, выносит продукты метаболизма из организма. Так вот, я вам скажу, ничего, а как перестают заниматься спортом, но жрать-то то же самое продолжают, сразу сыпятся за считанные годы. Там и рак, и диабет, и все прочее, естественно. Так что себя, не спортсмена, с спортсменами, которые едят неестественную, неправильную пищу, не сравнивайте. А на многих, посмотрите, качков вот таких, ходят, задыхаются, аж просто идут, рассказывают, и уже дышка. Вы что думаете, они здоровые? Они здоровые в смысле большие. А здоровые в смысле лишения болезни? Нет, они больные. Так вот, ладно, просто эти болезни не всегда видны, не всегда явны. Но они обязательно проявятся, причем как снежный ком. Поэтому питайтесь правильно. Посмотрите мою вот эту лекцию «Девять причин болезни». Питание, одно из них, какое питание должно быть, все там рассказано. Но есть и другие факторы, учтите и их. Но мы возвращаемся к нашей теме. Объясняю. В пищу, во-первых, аминокислоты должны поступить. Безусловно, все незаменимые. Тут либо подбирать растения, естественную растительную пищу. Хотите, питайтесь, чем хотите. Но я говорю, как нормально. Шпинат, тот же, все незаменимые аминокислоты содержат. Крапива, все 8 из 8. Сныть, там 7 из 8. Кедровый орешек, 7 из 8. Много таких растений. Комбинирую их, вы получите все 8 из 8. Все 26 из 26, пожалуйста. Есть специальные продукты. В конце об этом я вам скажу. Кто хочет, таким путем пойти. Я расскажу и для тех, кто одним и другим. Так вот, самое главное, слушайте. Сколько бы вы не ели, в мышцы это не перерастет. А знаете, когда начнет перерастать? Вот когда команду мозг, головной, даст через спиной мозг мышцы, что пора нарастить в этой конкретной группе мышц, объем увеличить, чтобы что? Поясняю. Вот вы 20 раз отжались. А 21-й аж руки трясутся. Или 30 раз гантели подняли. А 31-й уже трясутся все еле-еле. Или запомните, вот только это 31-е поднимание гантелей или 21-е отжатие от пола пойдет на наращивание мышечной массы. То есть мозг дает команду. Мышцам не хватает объема, значит силы сокращений, не хватает количества волокон, чтобы совершить это действие. Нужно еще. И вот тут-то как раз нужны вот эти питательные вещества, то есть аминокислоты, витамины и все остальное. Поняли? Только так. А если вы просто будете есть, но не будете так заниматься через силу, ничего не получится. Поэтому именно те, 21-е отжатие, 22-е, 23-е, а дальше и так далее, пойдет на то самое наращивание мышечной массы. И, конечно, разрушение жировой ткани в этих зонах. Например, живот у вас, отжимаетесь к стенке шведской, поднимаете вот уголок. 10 раз, 20, 100 раз, каждый день. И постепенно жировая масса перейдет в энергию, токсины яду выйдут через лимфатическую систему, в толстый кишечник, через пот с кожей и так далее. И так. Тут очень хороший способ еще выгнать токсины лимонного сока, полстакана, стакан 2 теплой воды и пробежка утренняя. Или 2 стакана грейпфрутового сока и пробежка. Лимфа очень хорошо разгоняется. А также солодка, трава, которую можно запаривать и пить, как лимфодренажное прекрасное средство. Восстанавливайте печень, посмотрите мою лекцию о паразитах, ту, что я советовал, плюс гриб-лисички. Посмотрите лекцию гриб-трутовик. Посмотрите при выведении тяжелых металлов радионуклидов из организма гриб-дождевик. А теперь, дорогие друзья, коль вы это поняли, я посмотрю свою бумажку, ничего ли я тут не забыл. Конечно, я вам скажу, что для того, чтобы напитать организм всеми питательными веществами, необходимыми для роста, развития мышечной ткани, для просто здоровья и нормального функционирования организма, нужно учесть то, что нужно в питание ввести все. Что? Жирные кислоты, аминокислоты, витамины все, микро-макроэлементы, хелатные только, органической форме. Для этого либо выбирайте более сложный путь, когда вы из основы берете нормальную живую естественную пищу, салаты, зеленые коктейли разные, пожалуйста, так сказать, ну кто-то варит, ладно, варите что-то. Но проростки как можно больше, амарантовые, кунжутные, маш, чечевица, глазерный овес, вот это все проращивайте и ешьте, прекрасно. Вводите сезонно обязательно крапиву, сныть, молодые листья березы, одуванчик, очень полезный для печени, молодые листья, сныть, поддорожника и так далее, и так далее. Пейте остой трав, только не кипятите их выше там 75-80, а запаривайте в термос, просто кидайте экспозицию, в два раза дольше делайте, не как рекомендуют покипятить и полчаса настоять, а час, но только при 75-80 больше ценных веществ получите, питательных биохлавоноидов разных там, фитонцидов и так далее, чем если бы скипятили, убили бы большую часть полезных свойств. Так вот, ну я вам скажу второй путь, который почему-то не любят некоторые ахайники в интернете и говорят, о, реклама, значит ерунда. Ну это дебилы такое говорят, реклама разной бывает. Вот я вам сейчас прорекламировал поддорожник и крапиву, на это аллергии у этих дебилов нет. Но это что, должно означать с той же логикой, вот если я вам покажу фукус, и кто-то скрикнет, о, реклама, значит все фигню, он говорит. Ну значит я такую же фигню говорю по той же вроде бы логике, если я рекламирую поддорожник или проек. Просто это ли я рекламирую? И их злит, что я этим как бы обогащаюсь. Дебилы, конечно дебилы. Ну сразу же скажу и насчет обогащения. Я-то, кстати, по своей натуре вообще, кому это странно может не покажется, большевик. Так вот, а обогащение личное мне не нужно. Вот личное. Вот этой кофтой, например, лет 8, жена говорит, купи все что-нибудь новое, практически ничего не покупай, мне плевать на это, как я выгляжу, мне плевать, что я ношу, там и так далее, и так далее. У меня есть более великие цели. А поскольку я не государство, и государство деньги мне не даст, и выиграл лапана мне не дадите, вот кто такое говорит, да? Не нормальные люди, а вот такие дебилы. Тоже же деньги не дадите? Значит, мне это надо зарабатывать сам. А зачем мне зарабатывать много денег? Я заповедник создаю, где я хочу восстановить леса, которые утрачены были более 10 тысяч лет назад, и показать людям, как можно счастливо, достойно, по-человечески жить на земле. Так вот, на это нужны миллионы. Вы мне и горлопаны дадите. Так вот, я зарабатываю их честным трудом. Честным трудом я плачу хорошие зарплаты моим сотрудникам. Так что, кто такое говорит, тот либо подонок, либо дебил. Я еще раз, я буду в каждом выпуске рекламировать вот этот учебник логика. Вы хоть перед тем, как нести такой бред, а логичный, изучите, что такое логика, и что для человечества, в человеческом обществе, означают понятия, явления, как они между собой связаны, и так далее. Почитайте. Теперь я скажу рекламу для тех, кто не имеет возможности, либо желания, сложным путем пойти, и вот заниматься вот этим всем, проростки, тостью, пятые, десятые. Так, фокус решает проблему дефицита минералов всех. А минералы тоже входят в состав белков, например, серосодержащие и прочие, в состав гормонов и так далее, и участвуют в обменных процессах. Без них проблемы и болезни возникают очень серьезные, и фокус решает эту проблему. Но только вот этот, в гелеобразной форме натив, только он. Два видеоролика, сейчас вы увидите, маленький, 10-минутный, посмотрите, 40-минутный, с доктором наук Сау из наукограда Пущина, из лаборатории Академгородка, где мы как раз вели с ним вместе беседу. Посмотрите, это раз. Купить можно у нас под ссылочкой, вы увидите. Деньги эти почти все пойдут на заповедник, как и всех других товаров. Следующее. Значит, посмотрите обязательно про спирулину, я сейчас вам покажу. вот спирулину, только дикую, вот эту топ-спирулину, дикую. В виде таблетки она есть, в виде порошка. Порошок, помните, кстати, знаете, сколько там белка? 68% на 100 грамм продукта. 68% в говядине, 23%. Все спросите вы, незаменимые аминокислоты? Да. Мне молчать про этот продукт, вот эти, кто охаивает? Или людям сказать, ведь кому-то это будет важно. Ладно, идиотам не надо, но нормальным людям, да? Это простой способ решить проблему? Простой. Качаться можно на этом? Можно. Иммунитет можно укрепить? Безусловно. От чайной ложки порошка до 3-4 чайных ложек 2 раза в день во время еды потребляете. Если в таблетках от 5-7 таблеток раз в день, то есть 2 раза в день до еды, либо во время еды, глоточек воды не считается, что вы запили, или прямо перед едой и начинайте есть. До 15-20 таблеток 2 раза в день, либо 3, если вы тренируетесь, накапливайте мышечную массу, только не переешьте, а то почки можно положить, как в Китае, когда в 80-е пошло, вот эта спирулина, что это действительно белка много, а там же голод, и в том числе белковый. Ну как, стали ли котлеты даже печь? Идиоты. Есть по полкило чуть ли, ну, почки вышли из строя. То есть там настолько много белка, это для любителей мяса, и легенды, якобы только оттуда можно взять все незаменимые аминокислоты. Что даже белковое отравление, как от черной икры, если ее много съесть, да? Слышали о таком? Ну, слышали вообще об икре. Белковое отравление, аллергия, аллергия или это антиген? Это то, что аллергия на антиген. Антиген, антитело. Посмотрите у меня в лекциях, например, 9 причин болезни, я подробно объясняю там правильно. Ну, в общем, вы поняли. А кто хочет качаться и стать качком, показываю качественный, хороший продукт, протеин-спецназ. Мы специально ребятам, вот этот завод, кто построил, миллиард рублей вложили. Миллиард. Одно из немногих производств, которые в наше время хоть что-то делается с нуля. Так вот, из-под солнуха тут незаменимых все 88, 26 из 26. В чем уникальность? 82% чистого белка. 82. Если другой белок не учитывать, грамм на килограмм массы тела в день. Весите вы 70 килограмм, 70 грамм. Разводите в воде в теплой, выпиваете без вкуса. И вот этот специально без ешек. Только этот берите, у нас он есть. Не в банках, которые с ешками, там вкус шоколада, химия разная. И там, ну вы поняли, и сахара синтетические, типа сахарозы. А вот это без вкуса, без запаха, без ешек, без красителей, без сахара. Вот. И можете добавить. Хотите банан в зеленый, в смузи там сделать, хотите чего угодно. Но представьте, это килограмм. Он стоит, но там, но на момент записи, мало ли, курс потом и ингредиенты, цена будет другая. На момент записи 1000 рублей за килограмм. Блин, это копейки. Кто-то еще скажет, дорого и на это. Так вот, пожалуйста, такой путь есть, есть. Итак, фокус, сок пророского пшеницы, по 4 таблетки, заменяет 30 миллилитров концентрированного сока, свежевыжатого в день. Можете сами выжимать. Конечно, какие проблемы? Если на это желание, силы, место и время есть, ради бога. Но это, вакуумные таблетки, 30 миллилитров, 4 таблеточки заменяют, то же самое, за 30, 40, 50 минут, за час до еды, 4 таблетки в день, запили водой, или 8, двойную дозу, что я советую. Тогда 4 таких баночки на месяц пойдет. Итак, фокус, сок пророского пшеницы, спирулина. И если вы это потребляете, то протеиноспецназ, вам надо будет всего лишь, ну, полграмма на килограмм массы тела в день, качаетесь, будете хоть культуристом, хоть бодибилдером. Или если вы просто, у вас проблемы, не специфически язвенный калит, болезнь крона и другие какие-то, аутоиммунные заболевания, просто потребляйте, тем более, не дай бог, у кого рак. Вот проходит химиотерапия, ему где-то слаблен, раковые клетки, почему человек худеет? А потому что у него на борьбу идёт миллионы клеток собственного организма. Что такое наши клетки? Это же не только мясо. Клетки нашего гора, это и головной мозг, там нейроны, это гепатоциты клетки, или нефроны клетки почек, а гепатоциты печени. А это ещё и клетки лимфоцита, лейкоциты, различные иммунные клетки, которые миллионами пытаются уничтожить раковые клетки и сами погибают вместе с раковыми клетками. А раковые клетки тоже клетки нашего организма. Вот белки уходят из организма, их не хватает, человек худеет, энергии не хватает. Поэтому белки надо? Надо. Ну не мясо, вы убьёте себя, если, не дай бог, кого рак. Это врачи, кто такое говорит. Они правильно говорят, что белки нужны, потому что ткани разрушаются. Но они дебилы, когда они говорят, что нужны животные белки, от которого рак никогда не вылечить. И у человека 100% умрёт от рака, если он будет жрать мясо, молоко, творог и сыр и так далее. 100%. Но об этом мои лекции по раку. Посмотрите все, начиная от Тота Варбурга до причины грибки и прочей лекции по раку. И так, видите, какой, вроде бы, многопрофильный видеообзор получился. Я надеюсь, не зря, уж за резкость мою извините, но знаете, как достают разные паразиты, оголтелые идиоты, кому делать нечего, бездельники, тунеядцы, и просто негодяи, которые лишь бы агадить, ахаять. И нечестные люди, которые пытаются оправдать свои порочные пристрастия и желания путём попрания здравого смысла и истинной глумления над ней. Вот это меня оскорбляет, а не лично мои оскорбления. Оглумление над правдой жизни, над законами природы. Неужели этого не понятно? Ну и так, я вам сказал два пути. Более сложные изучайте, ищите, делайте всё вот это. Либо тот, который вы к обычной своей пище, но лучше живой растительной пище, естественно, веганской живой растительной, добавите это, всего лишь это, и тогда вы решите огромное количество проблем со здоровьем. Единственное, скажу ещё про воду. Вот эту воду. Уникальный водородный генератор, а не он и водорода, вот этих свободных электронов, которые как антиоксидант работают, и как разжижитель крови, которые лучше доносят питательные вещества до каждой клетки, забирают токсины, выносят их, борются со свободными радикалами. Посмотрите вот эти видео, как люди сами рассказывали, что происходит у них, у их родственников, мам, которых там за 80 лет, за считанные дни. Иногда за один день, за один приём, бывают такие случаи, но у кого-то за 2-3 недели. Ну, посмотрите, это же какой фактор важный, да он важнейший. А если сочетать тот же фукус с водородной водой, вот это, из этого прибора, только из этого, потому что сейчас на волне популярности столько гадостей появилось, столько подонков, которые поставляют убийственные приборы, убийственные, я сделаю об этом отдельный сюжет, почему, в чём там проблема, в чём хитрость. Поэтому смотрите вот эти видео, что я порекомендовал, ещё раз под видео будут вот эта маленькая надпись «Ещё», нажмёте, откроются ссылочки и посмотрите все эти видео. И вы будете понимать, а не верить, зачем, что и почему. Ну, а дальше вы вправе распоряжаться своей жизнью, я вам только информацию сказал. Захотите, так сказать, улучшить свою жизнь, пожалуйста, ну, теперь знание у вас есть, останется только вот желание, а потом только ленность ваша. Убьёт она ваше хорошее начинание потом или не убьёт. И сила воли, то есть разум, для того, чтобы морально поддержать, это мои лекции, это моя духовная поддержка вам. Ну, так многие говорят, как они от моих лекций, опять воодушевляются, вдохновляются, энергии появляется желание, и они понимают, так сказать, вот, и видят в них поддержку, так проще. Ну, мои, это лекции знания, плюс вот эта поддержка информационная, энергетическая, если хотите. Остальное, каким путём вы пойдёте, ваш выбор. Ну, что ж, дорогие друзья, вот таким образом только и можно увеличить мышечную массу. Ну, сначала пройти антипаразитарную программу, очистить свой организм. В период прохождения антипаразитарной программы обязательно очистительные делать процедуры, которые я описываю в своём инфопродукте по методикам, так сказать, вот прохождения правильной, комплексной антипаразитарной терапии. Под видео «Зайдёте, кто хочет», можно приобрести. Либо вместе с антипаразитарным набором на моём сайте nadgar.ru, куда уже входят инфопродукты, таким образом он гораздо дешевле, чем его, если обычно, отдельно покупать. Ну, и выбирайте свой путь и будьте здоровы, дорогие друзья. Ну, помните, истина, то есть, закона природы, от того, как мы с вами хотим, никак не изменится. Я всего лишь беспристрастно это всё показываю. А мои продукты и товары помогают людям, это честные продукты и товары, и помогают нам в благом деле восстановление деревень русских и природы. Но если вы в этом хотите участвовать, и вам будет хорошо для здоровья, и для вашей кармы, кто в это верит, потому что благое дело вдвойне вы сделаете, и природу сбережёте, и нам поможете в хорошем проекте, который к вам же вернётся потом в виде знаний, в виде наших видео, там, или личных посещений, и в дальнейшем, так сказать, изменит жизнь, я надеюсь, нашей страны и всего человечества в целом. Но вы об этом проекте ещё услышите. Всего вам хорошего, дорогие друзья, для всех хороших, честных людей я желаю крепкого здоровья, здравомыслия, и до новых встреч. До свидания.